Якуты, Саха, МН, Сахалар, чуркский народ, коренное население Якутии. Якутский язык принадлежит к чуркской группе языков Сахалинской областей, и Таймурский, и Эвенкийский автономные округа. Якутский язык принадлежит к сибирской ветве чуркских языков. Русское слово якут был взят из Эвенкийского йока. Якуты в некоторых старинных летописях называют себя Саха или Урангай Саха. Предками якутов были курыканы, которые переселились из реки Енисей в озеро Байкал и были подвержены определенной монгольской примеси до миграции в VII веке. Якуты изначально жили в районе Ольхона и в районе озера Байкал. Начиная с XIII века они мигрировали в бассейны Средней Лены, река Алден и Вилюй. Северные якуты были в основном охотники, рыбаки и оленеводы-пастухи, в то время как южные якуты подняли скоти-лошади. В 1620 царизме Московия начала двигаться на их территорию и присоединил или расположившись на него, ввел налог на меховой и удался подавить несколько мятежей якутских. Их между 1634 и 1642 царским брутальности в сборе налога на шкурках, ясак, искрился восстание и агрессия якутов, а также тунгус и азычных племен вдоль реки Лена в 1642 году. Воевода Петр Головин, вождь царских войск, ответил, сожжены родные поселения и сотни людей. По оценкам, численность только якутского населения за период с 1642 по 1682 год сократилась на 70%, в основном из-за оспыточка и другие инфекционные заболевания. В 1922 году новое советское правительство назвало этот район Якутской АССР. Последний конфликт гражданской войны в России, известный как Якутское восстание, произошел здесь, когда Корнет Михаил Карабейников, белорусский офицер, возглавил восстание и последний бой против Красной Армии. В конце 1920-х, в конце 1930-х годов якутский народ систематически подвергался преследованиям, когда Иосиф Сталин начал свою кампанию коллективизации. Возможно, голод и недоедание в этот период привели к сокращению общей численности якутского населения с 240 500 в 1926 году до 236 700 в 1959 году. К 1972 году население начало восстанавливаться. В настоящее время якуты составляют значительную часть населения обширной республики Саха. По данным Всероссийской переписи, население 2010 года в республике Саха проживало 466 492 якутов, или 49,9% от общей численности населения республики. 18 века. Открытие золота, а затем и строительство Транссибирской магистрали, привлекли в регион все большее число россиян. К 1820 годам почти все якуты утверждали, что перешли в русскую православную церковь, но они сохранили, и до сих пор сохраняют, ряд шаманских практик. Якутская литература начала расти в конце 19 века, а национальное возрождение произошло в начале 20 века. Кухня Саха заметно отличает традиционный напиток кумыс, молочные продукты коров, кобыл и олени молоко, нарезанная замороженная соленая рыба строганина, строганину, буханка мясных блюд, айогась, оленины, замороженная рыбу, оладье, и соломатопшенная каша с маслом и конским жиром. Куэрчех, Куэрчех, или Керчех, популярный десерт, готовят из коровьего молока или сливок с различными ягодами. Индигирка – традиционный рыбный салат. Эта кухня используется только в Якутии. Здравствуйте! Подписывайся на канал. Нажми на колокольчик. Продолжение следует...